Глубоко уважаемый Владимир Михайлович, уважаемые коллеги, я бы прежде всего хотела бы поблагодарить организаторов этой конференции за предоставленную возможность сегодня выступить перед вашей аудиторией. Тема моего доклада касается сопроводительной терапии в онкологии, а именно проблемы гепатотоксичности и пути преодоления ее. Так, а как работает? Гепатотоксичность И вот частота гепатотоксичности в период проведения химиотерапии, она варьирует в пределах от 14 до 100% случаев. И контроль за органой токсичности химиотерапии является одним из разделов изучения международной ассоциации сопроводительной терапии рака. Но, к сожалению, международных каких-то общепризнанных рекомендаций по гепатотоксичности в онкологии отсутствует. И только в 2013 году на Российском онкологическом конгрессе Русска были представлены российские рекомендации по гепатотоксичности в онкологии. Структура этих практических рекомендаций представлена определением гепатотоксичности, факторе риска лекарственного повреждения печени, диагностика, профилактика, лечение гепатотоксичности, терапия печеночной энцефалопатии и мониторинг биохимических показателей и оценка эффективности их в процессе лечения. Но вот это самая сложная задача для каждого врача, который занимается лекарственной терапией в онкологии, поскольку наши пациенты зачастую получают поликомпоненты с химиотерапией, а также вынуждены получать обезболивающие препараты, противоводные препараты, которые тоже своего рода обладают гепатотоксичностью. И в таких случаях корректировать дозу того препарата, который вызывает гепатотоксичность, всегда для нас является очень проблематичной. К факторам риска развития лекарственного повреждения печени относятся токсический потенциал лекарства, генетические факторы и факторы окружающей среды, на которых мы часто порой не обращаем внимания. И следующая проблема, с чем мы сталкиваемся, это проблема понимания механизмов повреждения печени. Все, что на сегодняшний день по литературным данным известно, то есть это нарушение метаболических процессов в гепатоцитах, это токсическая дисрукция суклеточных структур, это индукция иммунных реакций, сам по себе канцерогенез, нарушение краснобжения гепатоцитов и обострение ранее имеющейся патологии печени. Наиболее обсуждаемыми патогенетическими механизмами считаются противовоспалительные цитокины раковых клеток, накопление активных кислородных радикалов и истощение запасов глютатиона. Морфологически и микроскопически наиболее часто токсическая печень выглядит по типу стеатоза, стеатогепатита, фиброза, некроза, синдрома синусоидальной обструкции. И каким же образом диагностируется? На самом деле используются все те же самые критерии, которые были предложены российским обществом в диагностике гепатотоксичности. Имеют также право на существование классификации, которые были предложены еще в начале 90-х годов Советы международных организаций и медицинских научных сообществ. Все методы лечения, которые на сегодняшний день существуют при лечении гепатотоксичности, их можно условно делить на медикаментозные методы лечения, в котором входят применение гепатопротекторов, антиоксидантов, инфузионная терапия с включением кортикосироидов, это не медикаментозные методы лечения, и хирургические методы, но это достаточно редко в случае, когда речь идет о остре печеночно-клеточной недостаточности. Гепатопротекториш – это собирательная группа лекарственных препаратов, которые благоприятно действуют на печеночные клетки. На данном слайде представлены спектры препаратов, которые в Российской Федерации считаются гепатопротекторами. Как вы видите, их достаточно много, и они по своей происхождению бывают растительного происхождения, бывает синтетического происхождения, и всегда выбор того или иного гепатопротектора должно быть основано на принципах доказательной медицины. И вот среди существующихся вот такой вот большой арсенал лекарственных препаратов, именно вот в онкологии наиболее изученным считается препарат адиметионин, известный под торговым названием гептерал. Почему именно этот препарат? Потому что действующее вещество этого препарата, он принимает участие во многих важных метаболических процессах в организме человека, такие как трансметилирование, трансульфилирование, пропилирование. И таким образом, когда имеется проблема в печени, в том числе при гепатоксичности, и вот дефицит этого кофактора в печени довольно-таки часто наблюдается. И вот эффективность этого препарата была показана на большой исследовании, в метаанализе на большом количестве пациентов, вот как видите, 3000 пациентов с явлением холестаза еще в 90-х годах. И в процессе, когда я готовилась к этой презентации, для себя на самом деле я нашла очень интересный момент. Оказывается, эссенциальные фосфолипиды и препараты расторопчик, которые мы достаточно часто в своей практике используем, они относятся к группе протекторов с недоказанной эффективностью. И это основано на работе, которую вот американские исследователи проводили в 93-м году в 20 медицинских центрах Соединенных Штатов Америки по делам со ветеранов. И все пациенты, они до включения в исследование принимали якобы 16 порций алкоголя в день, до исследования было рандомизировано. И вот до рандомизации пациентов всем выполнялась пункция печени, при этом смотрели на степень выраженности фиброза. И после рандомизации одна группа пациентов получала плацебо, а вторая группа получала именно эссенциальные фосфолипиды. Через 2-4 месяца повторная биопсия, и вот оказалось, что степень выраженности фиброза что в группе с плацебо, что в группе с эссенциальными фосфолипидами была одинакова. И с тех пор во многих странах Европы и в Соединенных Штатах эти препараты, они не имеют международное непатентованное название и не используются у пациентов. Но, тем не менее, в нашей стране они достаточно широко используются. Я бы хотела сегодня немножко рассказать о отечественном препарате, тоже зарегистрированном как гепатопротектор в нашей работе. Препарат называется Метроп-ГП. Имеет очень, казалось бы, на первую очередь очень простой состав, то есть состоит из меда и структурированную воду, но при этом имеет очень сложную именно процедуру изготовления этого препарата. И вот получается, что в основе механизма действия этого препарата лежит физический эффект на клеточные мембраны благодаря антиоксидантному комплексу и малой теплоемкости препарата, который значительно усиливает процесс проникновения веществ в клетку путем эффекта термодиффузии. Высокая эффективность этого препарата были показаны при лечении многих инфекционных процессов. Ну и нам вот стало интересно посмотреть, каким же образом и как же он действует при печеночной токсичности у наших пациентов. С этой целью нами проводилась серия экспериментальных исследований. Вот в первом опыте мы моделировали острую токсичность, то есть изучали влияние препарата Метропа-ГП на острую токсичность по клетоксилу и доксурубицина. Проводилось исследование на базе Института онкологии еще в 2011 году. Проводили мы на белых крысах, при этом регистрировали летальность пациентов. И вот оказалось, что в группе, где животные получали дозу LD50, то есть это доза, которая способна вызывать гибель у 50% животных. И вот оказалось, что в группе, где животные получали Метроп-ГП в комбинации с цитостатиком, летальность была в два раза ниже, и при этом доза LD50 была значительно выше. Такие же аналогичные результаты были получены в группе с животными с изучением по клетоксила. И после этого мы моделировали второй опыт исследования, то есть это хронический, то есть это модель изучения влияния препарата на гепатотоксичный по клетоксилу и доксурубицина. То же самое на белых крысах. И вот оказалось, что при этом изучали все морфологические, то есть изучали биохимические показатели нарушения функции печени, использовали морфологические методы оценки. И вот оказалось, что в группе, где животные получали цитостатик вместе с Метроп-ГП, были существенные отличия. То есть повышение трансаминаза и другие показатели функционального состояния печени, они были значительно ниже, лучше в группе у животных, получающих цитостатик в комбинации с Метропом. Очень важный интегральный критерий эффективности, то есть антитоксические функции печени, это продолжительность гексаналового сна. И вот как видите, животные, в котором водился цитостатик в комбинации с Метроп-ГП, то есть они меньше спали, то есть у них продолжительность сна была в два раза короче, что свидетельствует об антиоксидантном эффектах этого препарата. И вот суммируя все вот эти полученные экспериментальные исследования, мы потом приступили к клиническому исследованию, в котором во второй фазе исследование было перспективное. И вот оценивали эффективность и безопасность этого препарата именно для профилактики лечения печеночной токсичности у больных различными солидными опухолями с явлением гепатитоксичности. Были выделены две группы пациентов, одна группа получала Метроп-ГП, а другая группа получала адеметионин. И вот об эффективности терапии мы судили по скорости снижения уровня трансаминаз ежедневно. И вот что оказалось? Оказалось, что скорость снижения активности печеночных трансаминаз, то есть вот эта медиана для группы пациентов, получающих Метроп-ГП, она составила 6 дней, а для группы пациентов, получающих адеметионин, 8 дней. То есть потрясающие эффекты. То есть и предклинические данные, и клинические данные, они вот получаются сопоставыми. И вот, несомненно, препарат требует дальнейшего изучения, несмотря на... То есть очень много спорных вопросов в отношении, каким же образом все-таки препарат, состоящий из воды, то есть некой структурированной воды и меда, может обладать таким вот хорошим терапевтическим эффектом. То есть препарат требует дальнейшего изучения, но тем не менее мы сейчас наши работы достаточно активно используем и переносится достаточно хорошо, ну и за исключение небольшой болезненности именно в области инъекции. В конце своего выступления я бы хотела сказать, что всем пациентам при выборе, то есть планировании проведения химиотерапии, необходимо изучать тщательно функциональное состояние печени. И всем пациентам со злокачественным образованием целесообразно включать терапию, гепатопротекторы, именно позволяющие снизить печеночные токсичности, а именно те препараты, которые имеют достаточно высокую базу эффективности, можно так сказать. Спасибо. 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 Спасибо.